Митинг начался с панихиды по погибшим защитникам Армавира и тем, кто был убит и замучен во время вражеской оккупации. Она длилась 167 дней и унесла жизни почти 7 тысяч жителей. Сегодня еще живы свидетели этих событий. Они рассказывают, что город стоял в руинах, не хватало воды и продуктов. Надо ли говорить, с каким восторгом армавирцы встретили бойцов Советской армии. Владилен Туницкий – один из них. На митинге он вспоминал подробности освобождения города. Когда город стали освобождать, люди вылазили со своих землянок, выходили из домов и со слезами на глазах плакали, встречали, обнимали воинов-освободителей. Владлен Николаевич сказал, что рад видеть сегодня улыбки на лицах людей и хотел бы, чтобы горожане всегда отмечали день освобождения Армавира. К этому пожеланию присоединился и градоначальник. Он подчеркнул, что горожане должны учиться у ветеранов патриотизму и любви к родине. Мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Мы видим все нападки, которые звучат в адрес нашего президента. Я уверен, что каждый из нас, как настоящий россиянин, обязан все сделать для того, чтобы мы помогали и действительно все работали на то, чтобы наше государство было сильным и могло, как в годы Великой Отечественной войны, дать отпор. В торжественной обстановке состоялась передача знамени Победы делегации Успенского района представителям Армавира. Это символично. Ровно 73 года назад такое же знамя подняли над городом освободители. Для нас, для армавирцев, это было начало большого пути, имя которому Победа. Обращаюсь к молодежи, хочу напомнить, что мы должны быть достойны памяти павших. Митинг закончился возложением цветов и венков к подножию памятника. А знамя Победы 25 января будет передано Новокубанскому району, который освобожден в этот день.